Народ, всем привет! Короче, еду сейчас на работу. Хотел, не знаю, уделить 20 минут такой актуальной теме. И есть ли вообще средний класс в Америке? То есть, раньше, например, даже до того, как я приехал, и когда я вообще из Украины, я думал, что да, это классно, а в основном средний класс. Здесь, ну, есть люди, конечно, еще богаче, но не так сильно много бедных людей. Это то, что нам рассказывали, то, что мы смотрели в телевизорах, то, что мы везде это видели, и мы думали, что так и должно быть. Наверное, так оно и есть. Я приехал сюда в 2016 году, сколько-то уже, 7-8 лет назад, и действительно было классно. Я получал зарплату, и просто хватало на все. Хватало на аренду дома, хватало... Я вначале, кстати, снимал комнату, затем целый дом снимал, это было в Чикаго. И, в принципе, нормально было денег. Что же происходит сейчас? Когда я снимал квартиру в Чикаго, это 2016-2019, вот, 3 года, цена была за аренд 1100 долларов, за двухкомнатную студию, то есть у вас зал и две комнаты, два санузла, вот. И это была такая цена. Нормально, все классно. Сколько вам надо реально получать в год, чтобы нормально себя чувствовать? Ну, 50 тысяч даже получаете в год, вы нормально себя чувствуете, потому что вы 20 тысяч приблизительно отдаете за дом, за свет, за газ, за, не знаю, там, за еду. И у вас остается почти 30 тысяч. Но все остальное, машины покупать. Я, кстати, тогда покупал... Я, наверное, тогда менял большее количество машин, чем вообще я менял своих телефонов, наверное, за всю свою жизнь. Просто каждые 3-4 месяца новая машина была. Вот. Но, как говорится, на теплоходе музыка играла, но вот уже все закончилось. И что же сейчас происходит? Сейчас происходит то, что, если мы берем обычного американца, самого простого, вот как у нас куча обычных людей, они есть, вы, конечно, их не увидите там на Ютубе или же на каких-то крутых сайтах, где там они рассказывают, как они там делятся и все такое. Никто вам не расскажет никогда правду про то, кто как зарабатывает деньги. Это что у нас, что здесь. Одна и та же ерунда. Люди очень скрытные и никто не хочет с вами ничем делиться. Никакой информацией, никакими знаниями. Ну, наверное, нормально, потому что если бы все делились, все бы были богатые и на самом деле все бы были бедные. Ну, я рассказываю всем, мне все равно. Потому что я знаю, есть другие американцы, которые займут вашу нишу или мою нишу и без проблем, и без моего совета. И почему я подвожу? К тому, что вот вы закончили здесь университет. Но обязательно у вас университета бесплатного быть не может, вы должны за него заплатить. Если вы только не идете в какую-то, я не знаю, куда, в какую-то полную дыру, где вообще бесплатно, и тогда какое вы образование получите. Одному богу известно. И зачем оно вам вообще тогда надо? Ну, предположим, вы, вот как у нас принято, да? У нас принято, что обязательно нужно идти в колледж. Обязательно нужно идти в университет. Обязательно, иначе ты вообще умом не состоявшийся человек. Как-то так. Ты даже в колледж не пошел, ну, или в технику раньше назывался. Так вот. Здесь, конечно, по-другому. Это, ну, предположим, вы пошли в техникум или в институт, выбрали свою специальность. Ну, заплатили какие-то деньги за это все. Это, естественно, в кредит. Вам 18-19 лет, откуда у вас деньги. У вас самые обычные родители, у которых нет денег. У людей нет денег, лишних заплатить за вашу учебу. Они там еле-еле концы с концами свели, и сейчас еще и надо заплатить за вашу учебу. Ну, предположим, что вот классика жанра, классика жанра такая, что на вас теперь этот кредит, а университеты, они очень хитрые, они вам дадут кредит на любую сумму, пока вы молодой. Вы хотите учиться на инженера, на доктора, на еще кого-то, 300 тысяч, 400 тысяч, без проблем, кредит на всю вашу жизнь. То есть, представляете, да? Вам 18-19-20 лет, ну, откровенно говоря, мыслями там серьезными вы не пахнете, вы за этим как бы идете в институт, да? Чтобы набраться какого-то опыта, каких-то знаний, и вы берете кредит, подписываете кредит на даже, предположим, 100 тысяч. Это среднее, вообще среднее. Это ничего такого. Там в районе 80-100 тысяч по статистике считается в среднем человек выходит из учебного заведения с таким долгом. Вот. Вы вышли, у вас 100 тысяч. Дальше. Кто вас примет на работу с знаниями? Ноль. У вас опыта? Ноль. То, что вы что-то выучили в институте, это абсолютно ничем не говорит. То есть, вам реально нужно где-то набраться опыта. Предположим, вы реально толковый, и вы, когда учились в институте, вы в этот момент где-то подрабатывали. Неважно где. В продовольственном магазине или же вы в Макдональдсе работали. Я работал в Макдональдсе три года, когда я учился в Киеве. Ничего здесь такого не вижу. Это даже очень хорошо, хорошая школа, особенно в Украине. Тебя быстренько поставят на место, если ты думаешь, что ты пуп вселенной. Первая работа, это классно. Вот. И вы что-то там еще одновременно собирали, да? Ну, предположим, вы вот такой вот не работали, вы просто учились, как многие девушки, например, они думают, что они будут просто вот учиться хорошо, и потом как-то это выстрелит. вот реалии, они другие. И что вам надо? Вы выходите с долгом дальше, вы что думаете? Вы же в этот момент хотите снимать квартиру. Правильно? Это самое основное. Снимать квартиру и жить одному. Сейчас же что? Какой новый тренд? Тренд такой, что мы все независимы, мы все хотим жить сами, и нам никто не нужен, что парни, что девчонки, абсолютно все хотят жить одни. то есть вы понимаете, да? Я живу во Флориде, ближе к Вест Палм, то есть слава богу, я живу не в Майами, не в Форлотт-Делье, я живу здесь, но здесь тоже другой нюанс, здесь очень много богатых людей, соответственно, где много богатых людей, дорогая недвижимость, дорогая аренда, ну, ренд дорогой. И что происходит в этом случае? У вас в этом случае происходит, что вы не знаете, что вам делать, вы хотите жить независимо, вы устраиваетесь на какую-то работу, чтобы вы понимали, у нас есть, например, CVS, Walgreens, Walmart, это продовольственные магазины, аптеки одновременно, Target есть у нас, то есть это такие работы, где вас возьмут сегодня, вот вы реально приходите со знаниями ноль, вас берут сегодня, зарплата 11 долларов в час, вот здесь, 11 долларов в час, сколько это в год? Это что, в районе 30 тысяч? На 30 тысяч вы слишком проживете? Я вам сказал, что, когда я жил в Чикаго, у вас ренд был 1100, ну, 1100 умножить на 12, сколько будет? Нормально, нормально, да? Так, а как вы проживете с 30 тысячами, если у вас, предположим, даже нет машины, вам надо купить машину, правильно? То есть, вы не можете себе позволить, во-первых, рента такого больше нету, здесь, где я живу, вот самая захудалая квартирка, не дом, а квартирка, вот самая захудалая, как говорится, 2 на 3 метра, это 1500 долларов, в радиусе где-то от 30 миль, опять же, если нет машины, это вообще проблема, как вы на работу будете добираться, и предположим, что вы нашли там за 1500, даже пускай за 1300 какую-то квартиру, потому что вы же хотите быть независимыми, вы нашли эту квартиру, и после этого вам надо купить машину, вы идете и смотрите, вы не хотите, вы закончили институт, или там колледж, вы не хотите какое-то старое разваливающееся корыто, вы хотите классную тачку, ну конечно, сейчас никакая тачка не стоит, наверное, дешевле 8000, то есть за 8000 вы берете себе, ну машинку, как бы с пробегом 100 тысяч плюс, в принципе, а дальше на ваш вкус вы хотите какую-то замороченную, или вы хотите какую-то попроще, но это 100 тысяч пробег, и 8-10 тысяч, естественно, скорее всего, у вас не будет денег налички, чтобы купить эту машину, вы возьмете ее в кредит, да, вы берете ее в кредит, вы знаете, какой сейчас процент на бушные машины в кредит, мне недавно знакомый сказал, что он закрылся с 10% по машине, то есть вы понимаете, да, вы берете бушную машину, не новую, у вас 10%, при том, что у него был, если у нас такое понятие, кредит score, то есть ваша кредитная история и ее поинты, то есть если вы все платите вовремя, все хорошо, то вам эти поинты, ну не начисляются, как бы они добавляются, и чем выше у вас вот эта цифра, тем меньше вам дадут процентов по кредиту, ну и как бы карточки вам откроют, вообще машины вам дадут кредит, то есть это хорошо, у него было 740, это очень хорошее, это хорошее, это не великолепно, это там 760 выше, это великолепно, но у него было 740, это отличный кредит score, все платит, он все хорошо, 10%, вы представляете, сколько вы будете переплачивать, просто откройте любой калькулятор в гугле, и посмотрите, вы берете машину, например, за 10 тысяч, ноль, естественно, первоначальный взнос, и дальше что, и дальше вы берете, подписываете все бумажки, потому что вы же, вау, машину хочу себе, конечно, вы берете эту машину, опять же, мы говорим про машину за 10 тысяч какую-то, вы платите все дилерские фи, и вам она выходит того-сего, 1012, вы за 12 тысяч берете машину с нулевым депозитом, этим самым, первоначальным взносом, и берете ее в кредит на сколько лет, хоу, это самая интересная тема, потому что сейчас, что они делают, они знают, у людей денег нет вообще, и все переживают только за месячный платеж, что они сделали, они раньше 60 месяцев, 60 месяцев, была стандартная, так сказать, кредитная программа, на то, сколько вы максимально месяцев можете взять автомобиль в кредит, 60 месяцев, затем сделали 72, затем сделали 75, некоторые сейчас делают 90, вы понимаете, к чему это ведет, это говорит о том, что у людей вообще нет денег, вообще их ноль, потому что если вы берете кредит по 10% на 90 месяцев, это сколько, 8 лет? Вы захотите эту машину через 8 лет, у вас ничего не отвалится за 8 лет, вы не будете тратить деньги на ремонт, вы купите эту машину, прям сейчас вам говорю, пройдет 2 месяца, вы скажете, какой вы шлак купили, вы захотите ее продать, продать вы уже не сможете, вот что все хотят, если даже вы хотите продать, вы хотите ее продать за наличку, приезжают к вам люди, а у вас машина в кредите, им надо гасить кредит, вы получите документ на автомобиль, и затем вы можете ему продать, половина людей этого не хотят делать, они просто не хотят это делать, потому что это неинтересно, это куча времени тратить, и что вы заглохли со своей машиной, ну предположим, вам нравится ваша машина, вы думаете, ничего страшного, я как-то это разгребу, взяли ее, теперь дальше еда, что по еде, все дорожает, просто все дорожает, еда просто страшный день не стоит, то есть реально, вот я приехал в шестнадцатом году, и сегодня, двадцать четвертый год, все подорожало на пятьдесят процентов, вот пятьдесят процентов, я по мне приходил, есть у нас такой оптовый магазин Костка, масло стоило девять пятьдесят, четыре, четыре масла, сейчас четырнадцать девяносто пять, это во сколько, это на пятьдесят процентов подорожало все, хлеб то же самое, яйца то же самое, молоко, ну и опять же, мы говорим про обычного человека, который вообще будет дома готовить, поэтому, это тяжело, и опять же, насчет машины, кстати, я забыл еще самое главное, это то, что вас обяжут сделать полную страховку на автомобиль, потому что этот автомобиль не ваш, он в кредит, он в банке, знаете, сколько страховка будет? Нормальных денег стоить вам, я вам скажу, у меня машина современная, двадцатого года, у меня тоже страховка двухсторонняя, и у меня со всеми идеальными кредитскорами, и ноль аварий, нету ни одного штрафа у меня, у меня страховка двести долларов в месяц, двести, двести долларов, вы представляете, да, вы берете автомобиль в кредит, где-то за двести тридцать долларов, у вас будет она, двести пятьдесят долларов, у вас будет платеж в месяц за эту машину, опять же, мы не чинимся, машина идеальная, она не ломается, вы берете ее, дальше, вы берете страховку за двести долларов, потому что других вариантов нет, вы вообще только что закончили колледж, у вас нет никакой истории, никто не знает, как вы ездите, хорошо или плохо, вам найдут реально самую дорогую, особенно если вы меньше двадцати пяти лет, то есть если вам меньше двадцати пяти лет, самая дорогая страховка, и больше шестьдесят пяти, тоже страховка начинает дорожать, потому что они считают, что вы небезопасный водитель, получается приблизительно пятьсот долларов, вот пятьсот долларов у вас получается платеж за машину в месяц это с идеальным раскладом идеальный и вы знаете что вы это будете платить на протяжении восьми лет восьми лет дальше к этому всему мы добавляем стоимость дома опять же мы взяли идеальный вариант за 1500 вам дали дом вы сняли дом опять же вас проверили все сказали вы хороший человек у вас все проверено вы никакие не никакой не криминал все классно все прекрасно здорово отлично вам дали за 1500 к этому всему прибавляем сразу же прибавляем минимум 100 баксов свет минимум нереально выжать меньше 100 долларов только если вы не используете кондиционер или отопление если она у вас никогда не включается да вы можете потянуть на меньше 100 долларов но тогда как вы будете вообще жить особенно во флориде здесь летом до 100 рану до 100 фаренгейта доходит то 333 35 градусов когда вы проживете без кондиционера не знаю вам решать и дальше что происходит вы это добавляете уже получается 1500 минус 100 прибавить 100 то есть 1600 плюс телефон в районе там 87 пускай 50 долларов вы нашли какой-то самый дешевый при пейд то есть 1650 плюс минимум бензин вам стоит будет 200 долларов ну хорошо 150 пускай 150 даже это 1700 1700 плюс машина 500 2000 долларов 2000 долларов это у вас 0 savings то есть вы ничего не откладываете и у вас вы не тратите вообще денег на еду давайте посчитаем сколько же будет 2000 умножить на 12 24000 сколько у вас реально останется 6000 если вы вот эти волгринсе волмарте это при ноль откладывание у вас ничего не ломается и мы даже не посчитали еду еду в месяц где-то 400 долларов 400 долларов если посчитать 400 долларов сколько же это будет сейчас ну вот берем 400 долларов 100 долларов еда где-то в неделю это вообще реально бомж пакет ну конечно не на бабах но да как бы 400 долларов умножить на 12 4 800 то есть 4 800 прибавить 24 тысячи это 28000 сколько у вас денег останется ребята ничего у вас не останется в этом и вся проблема среднего класса больше нету его нету вот и все вы никогда не купите себе дом вы никогда не отложите на нормальную машину потому что все дальше дорожает и дорожает и дорожает и дорожает и что делать но это реально беда это реально беда в америке и никто об этом не кричит не говорит и я вообще честно говоря просто в шоке мы кричим за что попало ну не мы не смысле я люди а никто не переживает о том что просто стала жить намного хуже намного хуже ладно на этой веселой ноте короче за кучу спасибо вам огромное за внимание спасибо что посмотрели мой видеоролик до скорых встреч пока